Почти килограмм наркотиков изъяли у двух жителей Кирова. Во время личного досмотра у них нашли 310 граммов зелия. В тыниках было еще полкило запрещенных веществ, но и еще один пакет обнаружили в квартире одного из подозреваемых. Какое наказание ожидает задержанных, узнаете в рубрике «Сводка». Сотрудники УКОН задержали двух кировчан 1995 и 1997 годов рождения. Их подозревают в незаконном обороте наркотиков. Сначала при себе они добровольно выдали 6 сверков с синтетикой, вес 310 граммов. Как выяснилось, подозреваемые занимались сбытом зелия. Они расфасовывали крупные партии и прятали их в тайники. Далее следующее звено. Так называемые закладчики продавали товар наркоманам. Всего обнаружили 7 тайников общим весом почти в полкило. Также синтетику нашли в квартире одного из подозреваемых. За сбыт зелия в крупном размере полагается до 20 лет тюрьмы и штраф до 1 миллиона рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как на улице Карла Маркса снежная глыба упала на 6-летнюю девочку. Напомним, инцидент случился утром 2 марта. Снег оброшился на ребенка, который получил травмы. В тот же день на место выехали полиция, прокуратура и следственный комитет. В офисе управляющей компании провели обыски. Выяснилось, что сотрудники организации не оградили территорию во время уборки снега и не предупредили о ней жильцов. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Виновным грозит до двух лет лишения свободы. В Кирове задержали 39-летнего мужчину, который организовал в городе целую сеть игровых точек. По версии следствия, с октября 2021 по февраль 2022 года он оборудовал 9 помещений у специальных терминалов. Любой желающий мог развлечься азартными играми. Но игровая зона далеко. В нашей области такая деятельность незаконна. Следователи возбудили уголовное дело. Максимальное наказание за организацию азартных игр до двух лет тюрьмы. Сергей Пичугин, место происшествия.